Что будет с курсом доллара после выборов? Смотрите данное видео до конца. Как я неоднократно говорил, то есть есть внешние факторы, которые влияют на курс через, назовем это, нефтедоллары. То есть то, что покупка основных ресурсов для мировой экономики, расчеты проходят в валюте долларов. Саудовская Аравия, которая является одним из крупнейших поставщиков нефти, продает в долларах. Если у нас увеличивается количество денежной массы в долларах, количество долларов печатается, то вот это первый такой большой глобальный фактор, что в принципе будет глобально с долларом. Второй фактор это, соответственно, внутри российская история, которая внутри российской истории, она еще разделяется на две подыстории. То есть первая подыстория это в принципе, что происходит с экономикой России. Растет она или падает, что у нас происходит с зарплатами. Внутри страны растут они или снижаются, или стагнируют. И если, соответственно, у нас начинает увеличиваться зарплата, рост экономики, она становится более эффективным, то в этом случае люди в России, так как экономика преимущественно сырьевая, причиной этого может быть только высокие цены на сырьевые товары. Высокие цены на сырьевые товары приходят к росту доходов, к укреплению рубля. И в этом случае получается очень серьезно, люди могут закупать какие-то импортные вещи. Соответственно, на курс влияет вот именно сила российской экономики. Это вот первая история, которая, наверное, действовала до 2014 года. После 2014 года эта история в меньшей степени действует, она практически не сказывается никакого влияния, потому что экономика по факту не растет. А если экономика и растет, то она растет некачественно, она растет исключительно за счет каких-то стимулирующих мерств со стороны государства. Ну, особенно если взять 2023 год, когда мы заявляли о том, что мы выросли даже лучше, чем любая экономика европейская, то российская экономика один из лидеров по росту экономики была. Ну, здесь понятно, что это бюджетный стимул, бюджетное стимулирование, которое пошли в ИПК, и это привело к вноминальному росту экономики. Вторая составляющая, которая стандартно как бы не применяется, но она свойственна сырьевым экономикам, это наполняемость бюджетом. То есть у нас понятно, что требуются большие государственные расходы, что сила самой экономики не очень высокая, что конкурентные, высокоэффективные производители, которые присутствовали в России, да, там со стороны Европы, Америки покидают территорию России, замещаются китайцами. И здесь возникает вопрос, пополнение бюджета происходит за счет налогов. И это тоже сейчас самая актуальная, самая понятная тема. И когда речь идет о том, что курс влияет на наполняемость бюджета, то есть в бюджете дефицит или в бюджете профицит, то есть как только у нас начинает образовываться, что государство начинает очень много тратить, то самое простое, что можно сделать, это плавненько девальвировать рубль, да, то есть плавненько его отпустить, не мешать ему укрепляться. И за счет этого происходит очень простая схема, что доходы бюджета получаем мы в рублях, в основном мы получаем нефтегазовые доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов и сырья. В этом случае получается продаем за валюту, из полученных денег пополняем бюджет. Когда говорят ожидания, что высокий курс доллара, он влияет на инфляцию внутри России. И это является, естественно, негативным фактором в период выборов. И поэтому мы наблюдали, что в предвыборный год за полгода 9 месяцев начинают всяческим образом стипулировать экономику, связанную с тем, что начинает ужесточать Центральный банк денежно-кредитную политику. Экспортеры заставляют продавать валютную выручку, чтобы каким-то образом снизить курс доллара, чтобы импорт стал подешевле, чтобы оказать давление на инфляцию. Чтобы сам период выборов прошел такой спокойной обстановки, что все стабильно, все хорошо, все надежно, спокойно, импортные товары стоят дешево. Когда будут, соответственно, пройдут выборы, этот фактор, он как бы идет на второй план. И здесь, соответственно, исключать того, что компенсировать дефицит бюджета, высокие государственные расходы, которые сейчас идут на финансирование, в том числе спецоперации, он будет осуществляться за счет плавной девальвации рубля. Я бы не стал говорить о том, что это будет происходить резко. Когда основной механизм управления валютным курсом со стороны Центрального банка обуславливался тем, что в критические периоды, когда были очень резкие дисбалансы, связанные с движением в валютной паре рубль-доллар, или доллар сильно растет, или доллар сильно опускается, в этот период всегда у нас был неким таким демпфером, назовем. Приходил Центральный банк со своими золотовалютными резервами, и если курс, соответственно, очень сильно вырастал, то Центральный банк гасил его, предлагая большое количество валюты. Если же наоборот происходило переукрепление, то есть рубль чрезмерно сильно укреплялся, и это влияло на доходы и бюджеты страны, то в этом случае, наоборот, осуществлялись покупки валюты, что как бы стабилизировало курс. В 2022 году, после введения санкций и заморозки активов Центрального банка, в первую очередь валютных активов, Центральный банк эту операцию не мог выполнять. И период времени, когда нащупывали вот этот вот рычаг, каким образом мы можем влиять на курс, чтобы вот этот вот демпфер, резкие скачки, колебания нивелировать, то есть сначала резкий рост в 2022 году, там больше 100 рублей курс у нас вырос, соответственно, ввели валютные ограничения, ввели обязательную продажу валютной выручки, ввели запрет на вывод капитала из территории России, ввели запрет, чтобы физические лица не могли наличную валюту снимать, ввели повышенные комиссии и брокеры для того, чтобы совершать операции на валютном рынке по покупке валюты. То есть вот эти вот меры, они были новыми, они были непонятными, они были достаточно сильными, и пережали, пережали в 2022 году, когда у нас курс доллара укрепился до 55. После этого доходы бюджета, естественно, выпали, и началась обратная тенденция, плюс у нас еще, мы по-прежнему торговый баланс, то есть мы продавали наших товаров, нашего сырья больше, чем покупали импортные техники, импортного оборудования, потому что импортеры ушли, логические цепочки разорваны, нефтегазовых доходов приходит много, санкции еще на нефтегазовую отрасль не действует, никаких ограничений нет, валюты внутри России много, эта валюта в России никому не нужна, действуют ограничения. Поэтому это привело вот к такому резкому снижению курса доллара. Потом плавненько это отпустили, прошло обратное движение, то есть у нас курс доллара опять вырос до 100. Сейчас получается, и правительство, и монетарная власть со стороны Центрального банка, они используют различные методы непрямого влияния на валютный курс, когда на рынок приходит Центральный банк, у него есть рубли, у него есть доллары, он, соответственно, может или купить доллары, если в этом есть необходимость, или продать доллары, потому что у него эти доллары есть. Сейчас у него эти доллары заморожены, он ими оперировать не может. И нужно использовать другие инструменты. И когда начинают говорить о том, что доллар снова будет по 200, здесь нужно понимать очень простую историю, связанную с тем, что сейчас, как мне кажется, по прошествии, по сути, двух лет, с момента вот этих вот нестандартных, непонятных, непредвиденных, ранее несовершаемых действий, если вы применяете какой-то определенный инструмент, который влияет на валютный курс, то у вас есть еще, помимо всего прочего, понимание, какой временной лаг с момента введения этой меры до момента реализации. И в какой период времени надо прекратить эту меру применять, чтобы не увести чрезмерно низко валютный курс, как это было в 2022 году. Поэтому считаю, что государству нужно финансировать дефицит бюджета. Дефицит бюджета формируется за счет высоких расходов на проведение спецоперации. Этот дефицит, его надо как-то закрывать. Как государство может этот дефицит бюджета непосредственно закрыть с учетом ограничений и то, что делают сейчас недружественные страны? Они сейчас начинают вводить вторичные и троичные санкции на компании, на другие страны, на компании из других стран, которые позволяют России обходить санкции. Эффективно, неэффективно, но тем не менее, все равно количество валют, о которой мы получаем, ее приходит меньше. Так как ее приходит меньше, а расходы по-прежнему высокие, то, соответственно, надо увеличивать доходную часть. И тогда возникает вопрос, каким образом мы можем увеличить доходную часть бюджета? И здесь у государства есть, по сути, три инструмента. Первым инструментом является увеличиться собираемость налогов. Собираемость налогов, штрафы, пени, которые начисляются, которые начисляются по ставке и рефинансированию, ставка и рефинансирование достаточно высокая. И это та тенденция, которая будет наблюдаться. Увеличение налоговой нагрузки на бизнес, соответственно, приводит к увеличению доходной части бюджета. И в том числе очень внимательно смотреть на то, кто зарабатывает, как платят налоги. И здесь, соответственно, этот контроль будет увеличиваться, ужесточаться. И по этому направлению мы видим, что ведется большая работа. Второе – это выпустить облигации. Когда говорят, что экономика России недефинансирована, государство просто может прийти на рынок и на рынки занять. И это выпуск облигаций. Здесь, что называется, конкуренция. Конкуренция за активы физических лиц, за активы юридических лиц. На депозитах физических лиц у нас размещено более 35 триллионов рублей. Это средства, которые при прочих равных условиях можно получить для того, чтобы выпустить облигации. Опять же, с учетом текущей процентной ставки, это может быть привлекательная доходность на уровне 12-13%. Выпустить облигации, которые нужно обслуживать, которые долг нужно будет погашать. Но, тем не менее, это тоже один инструмент в финансировании дефицита бюджета. И третий – это плавно опускать курс. Не резко, не сильно. Конечно, речь о 200 рублей за доллары здесь не идет. Здесь речь идет о том, что мы плавно девальвируем в район 100-105 рублей. И таким образом у нас, получается, пополняется бюджет. То есть, у нас непосредственно закрывается дефицит. Многое будет зависеть от того, насколько успешно или неуспешно будут обходить санкции. Насколько успешными будут проекты, связанные с перенаправлением экспортного потока нефти, газа, сырья на восток. Что будет с китайской экономикой, будет ли с ее стороны такое серьезное потребление. Но в рамках базового сценария, если не брать какие-то экстремальные вещи, будет плавная девальвация рубля, укрепление доллара. Но говорить о том, что это будут какие-то сумасшедшие цифры выше 100, наверное, на 2024 год, я бы не говорил. Теперь вопрос ключевой. Что делать для того, чтобы непосредственно от этого заработать? Вы должны понимать, для чего государство девальвирует рубль? Для того, чтобы пополнить бюджет. Бюджет пополняется из налогов. Налоги берутся из дохода. То есть нужно понимать, что источником базы, из которого пополняется бюджет, является прибыль компаний-экспортеров. И, соответственно, когда вы девальвируете рубль, что вы фактически делаете для крупного сырьевого бизнеса российского? Вы снижаете его затраты в долларах, потому что зарплата платится в рублях. Затраты осуществляются в рублях, потому что электричество платится в рублях, газ платится в рублях, которые используются на производстве непосредственно. И получается, когда происходит девальвация, что по факту у вас снижается себестоимость производимого на территории России сырья. В долларах она снижается. То есть оно становится меньше. А выручка у вас долларов. Количество долларов, которые платите для производства одного барреля нефти, становится меньше. Потому что, например, у вас была зарплата 100 тысяч рублей у человека. Курс доллара был 50 рублей. И тут вы делаете, условно, курс доллара вырастает до 100 рублей. Вы как платили человеку зарплату 100 тысяч рублей, так и платите. Но суть в том, что в долларах вы уже ему платите не 2 тысячи долларов, а 1000 долларов, потому что курс стал 100. И это по всем сотрудникам произошло. То есть у вас в долларах количество долларов, которые вы платите за заработную плату, уменьшилось. А баррель нефти, например, не изменилась цена. То есть вы продавали свою нефть, условно, возьмем, по 50 долларов за баррель. И когда курс был 50, баррель нефти продавали за 2500 рублей. Когда курс стал 100, у вас баррель, который вы продаете в рублях, стал стоить 5000 рублей. И поэтому, когда вы привозите доллары, проданные от одного барреля нефти, продаете здесь выручку, которую в рублях вы получаете, вы получаете 5000 рублей выручки. И таким образом у вас прибыль увеличивается. Каждый раз, когда мне говорят, что нужно хранить в долларах, в долларах все спасется, в долларах все будет хорошо, еще раз доллар не создает прибавочную стоимость. И я в этом случае всегда являюсь очень показательным адептом инвестирования в валюту. Я говорю, ребят, сравните ради интереса, сколько вырос доллар за последние 10 лет. Да, рост был там неплохой. Но при этом посмотрите, что было с акциями, например, металлургов российских. Что происходило с акцией крупных экспортеров Лукойла, Роснефти, Новотека. Посмотрите, опять-таки, когда происходит резкое изменение валюты, то есть колебание валюты или курс доллара очень сильно растет. Что происходит с акциями Сургутнефтегаза. И всегда говорю, что если вы верите прямо в укрепление доллара, купите акции Сургутнефтегаза. Очень показательно эта стратегия сработала в 2023 году. Вы можете посмотреть, что курс доллара у нас укрепился процентов на 40, а акции Сургутнефтегаза обеспечили более чем в два раза. То есть более 80% составил только рост цены акции Сургутнефтегаза за тот же самый показатель времени. И тогда возникает вопрос, что еще Сургутнефтегаз, у него есть валютная подушка, которая будет переоценена, вы заработаете. Плюс это нефтяная компания, которая продает нефть. И в случае, если вдруг, теоретически, произойдет так, что рубль укрепится, а этого исключать нельзя, в жизни может быть всякое. Укрепится он исключительно на том, что России удастся обойти санкции и продавать нефть по очень дорогой цене. Продажа нефти по очень дорогой цене проведет к укреплению рубля. И тогда получается, что акции Сургутнефтегаза страхуют, потому что это нефтегазовая компания, которая продает нефть. И она просто будет эту нефть продавать дорого. И у вас, да, за счет валютной переоценки прибыль уменьшится, но у вас вырастет прибыль за счет основной деятельности. Потому что цена, продаваемая Сургутнефтегазом нефти, она будет более высокая. Поэтому первое, покупайте Сургут. Второе, смотрите внимательно на замещающие облигации. Очень хорошая по-прежнему история. По-прежнему они представляют сейчас привлекательную норму доходности. От 4 до 7% можно получить доходность в валюте на замещающих облигациях. Просто будете получать в рублях это. Но доходность будет привязана к валюте. По-прежнему является интересной покупкой золота. Каждый решает для себя сам. Кто-то покупает физическое золото, кто-то покупает фьючерсы на золото, кто-то покупает фонд на золото от ВИМ Инвестиций. То есть, если мы понимаем, что сейчас курс доллара 92-93, будет в районе 100, окей, там 8% вы заработаете на валютной разнице. Поэтому меня всегда вызывает вопрос, что вы думаете по поводу валютного курса, я говорю, что вы хотите с этим получить. На мой взгляд, то, что сейчас предоставляет российский фондовый рынок, инструменты, которые доступны обычному человеку на фондовом рынке, позволяют получить в 2 раза более высокую доходность, нежели чем находиться непосредственно в долларах. Если у вас какое-то другое мнение по этому поводу, вы можете оставить комментарий, давайте это обсудим, что вы предлагаете в этом случае. Я поделился своим собственным мнением, если хотите узнать более подробно инструменты, связанные с тем, какие облигации имеет смысл включать в свой собственный инвестиционный портфель, на какие замещающие облигации стоит обратить внимание. У нас есть достаточно доступный инструмент, где мы отбираем для клиентов рублевые облигации, облигации с переменным купоном, с постоянным купоном, замещающие облигации. Ссылку на продукт можно получить в описании к данному видео. А что касается вопросов покупки акций, это, наверное, отдельная история, которую рассмотрим в одном из следующих видео. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok